Нужно быть готовым к любому непредвиденному событию, так считают сотрудники аквапарка «Нептун». В минувшие выходные они побывали на лекции полицейских о противодействии экстремизму и терроризму. Ольга Файзулина тоже узнала там много нового. В аквапарке работают 80 человек. Почти каждый день они находят забытые клиентами пакеты. Оставленные на лавках сумки здесь тоже не редкость. Как правильно реагировать на подозрительные объекты? От действий сотрудников зависят жизни сотен людей. Наш руководитель регулярно собирает персонал, создает такие ситуации, в которые мы не хотелось бы, но можем попасть. Проигрываем, делаем работу над ошибками. Камер более чем достаточно, видеонаблюдение хранится длительное время информация. О времени и адресе обнаружения подозрительных сумок, коробок, игрушек нужно сообщить по номеру 102, говорят полицейские. Далее приступить к эвакуации людей. И главное, ни в коем случае не трогать пакеты и не пользоваться рядом с ними средствами радиосвязи. Стражи порядка также рекомендуют не выключать свет. Мы подготовили видеоролики, разработанные антитеррористическим центром Республики Казахстан. Именно как себя вести при поступлении телефонного сообщения об угрозе минирования объекта. Также, как правильно провести эвакуацию. С начала года в Таиншинском районе у нас был факт, позвонили и сообщили, что заложена бомба. В данном факте сейчас возбуждено уголовное дело. По статье 273 заведомо вложено сообщение. Лекцию о противодействии экстремизму и терроризму прослушали администраторы, кассиры, спасатели и врачи аквапарка. Всего около полусотни человек. Ольга Файзулина, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Новости МТРК.